Что стало главным вызовом в этом году и какими достижениями гордится Халыкбанк? Какие еще услуги появятся в онлайн-формате? И какие проекты готовятся по поддержке молодежного предпринимательства? Об этом и не только нам сегодня расскажет Умудшая Ахметова, председатель правления Халыкбанк. С вами программа интервью. Здравствуйте! Умуд Булатхановна, здравствуйте еще раз. Спасибо, что вы нашли время для интервью с нами и с наступающим Новым Годом. Взаимно. Вас тоже с наступающим Новым Годом. Рада сегодня, что вот так мы встретились в неформальной обстановке. Спасибо вам большое. Кстати, о неформальной обстановке вы сегодня в таком необычном образе, в неформальном. Это ваш привычный стиль, когда вы не на работе? Нет. Он, наверное, еще более неформальный, потому что я могу ходить и в спортивном костюме, и в джинсах, и в футболке, и иногда даже такие полушорты летом. Поэтому бывают и более неформальные. У вас максимально новогоднее настроение, это чувствуется. А вот ваша работа в обывательской среде считается немного скучной. Вы согласны с этим? В мире цифр, что может быть интересного? Ну, разумеется, кроме прибыли. Ну, я понимаю, почему обыватели так думают, потому что я сама раньше так думала. И когда была еще молодой и определялась, куда идти на работу, я думала, что я буду работать где-то в сфере дипломатических отношений, загранкомандировки, какие-то делегации. Потому что я заканчивала университет дружбы народов, и я думала, что пойду по этой стезе. Два языка, арабский, английский. Думала, будет больше такого, более активного, что ли, более активной такой деятельности. Встречи. Я сама такая достаточно коммуникабельная. Я думала, вот это будет мое призвание. Но я никогда не думала, что пойду в сферу финансов, банковскую деятельность, потому что я тоже думала, там себя только бухгалтера считают на счетах, на счетах те в наши времена, закат, так скажем, Советского Союза. И я думала, там, наверное, очень скучно. Но на самом деле, конечно, когда уже закончила в Америке, получила степень MBA, вернулась, попала в Западный банк, и я поняла, насколько это интересная деятельность, живая. Она непростая, она сложная. Действительно нужно иметь технические, как мы говорим, hard skills и soft skills. То есть нужно иметь профессиональные знания, технические знания, финансы, естественно, уметь считать, но и при этом качества такие мягкие, уметь коммуницировать, потому что банк – это сервис, все время в обслуживании клиента, все время нужно идти на поклон, и как бы тебе иногда не нравилось, или как бы казалось, что клиент не прав, все равно нужно занимать позицию, что клиент прав. Поэтому вот эта вот, конечно, работа, она очень живая на самом деле, она требует и постоянной работы над собой, улучшения своих компетенций, поэтому, мне кажется, очень интересная работа. Она все время в развитии, все время в движении, все время в общении, поэтому мне это нравится. Но мне кажется, она не только интересная, но еще и очень сложная работа. И вот что стало главным вызовом для Халыкбанка в этом году, и какие, может быть, достижения Халыкбанка вы можете выделить? Ну, если мы говорим про уходящий год, 2022, то он действительно был очень сложный. Он был год больших вызовов. Я уже это тоже неоднократно говорила, что он сложный не только для Халыкбанка, конечно, не только для Халыкбанка, но и в целом в мире. Мы видим глобальные вызовы, такие как глобальная инфляция, повышение базовых ставок, ухудшение, может быть, какой-то финансовой ситуации в тех или иных странах, рынках. И, конечно же, это, если мы смотрим на наш регион, это военные действия, которые происходят, так скажем, в сопредельных странах. И это все отражается на общую ситуацию, на деятельность банка. Если мы говорим про Казахстан, то это январьские события. На банке они имели прямое отражение. Это и просто-напросто мы пострадали. Наше отделение были, некоторые даже сожжены, банкоматы разгромлены. Но самое главное, от нас, как от банка, требовалась большая работа. То есть мы были мобилизованы, необходимо было продолжать работу, хотя несколько дней полностью был прекращен интернет и так далее, и так далее. Но я думаю, все эти нюансы уже тоже, наверное, мы много говорили. И хочу сказать, что год был больших вызовов. Конечно, каждый месяц приносил какой-то свой новый сюрприз в кавычках, где необходимо было все больше и больше мобилизации внутренних сил, управленческих решений, ответственности за эти решения, понимание, какой дальше сценарий развития банка, региона, страны, клиентской нашей базы. И я бы сказала, что, наверное, до августа мы все время в таком ритме напряженном работали. Сейчас конец года тоже напряженный. Это всегда большая активность, завершение года. Поэтому весь год, буквально каждый месяц он был такой активный, напряженный. Но по достижениям за 2022 год, наверное, это то, что банк в целом доказал, еще раз подтвердил уровень своих рейтингов. У нас произошел достаточно большой приток и переток клиентов. Понятно, что халык доказывает в очередной раз, проходя такие кризисы, нашу надежность, нашу финансовую устойчивость. Мы ни на день не остановили развитие наших цифровых продуктов. Это наша стратегия по развитию. Продолжаем инвестировать, нанимать людей, проводим свои маркетинговые акции, развитие тех или иных сервисов и направлений экосистемы. Поэтому все эти вещи шли параллельно и в развитии. Ну и конец года мы закрыли две наши большие крупные сделки. Мы продали банк в Таджикистане, мы продали банк в России. И, в принципе, я считаю, достаточно хорошо закрываем этот год. Вот вы сейчас начали говорить о международных санкциях. Хотелось бы об этом пункте поговорить поподробнее. Как международные санкции отразились на нашей банковской сфере? Ну, в первую очередь, как я уже говорила, это уход крупных российских банков. В первую очередь Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, которые... ВТБ продолжает свою работу в Казахстане, но уже в усеченном формате, в усеченном режиме. Ну а такие банки, как Сбер и Альфа, полностью вышли. То есть они продались и вышли из казахстанского рынка. Параллельно мы видим, что есть ограничения по деятельности некоторых компаний, которые работали в Казахстане. Есть ограничения по деятельности некоторых операций. Ну, например, самое такое, наверное, всем в памяти, когда в марте западные банки перестали продавать валюту Казахстану. И у казахстанских банков возник дефицит наличных долларов. И если помните, был небольшой ажиотаж, очереди в отделениях. Но это вот как раз-таки один из шагов санкций, когда было требование, что казахстанские банки не имеют права продавать наличность российским гражданам. То есть вот такие, вроде бы, казалось, ну, там, может быть, отдаленные санкции напрямую имеют отражение и влияние на казахстанский финансовый банковский рынок. Вот. Поэтому в целом по санкциям банки перестроились. Банки определенные виды операций полностью закрыли. Если помните, то прием карточек МИР также был ограничен. Но сейчас была получена новая лицензия ОФАК. Это организация, которая определяет, какие виды операции разрешены или запрещены в Америке находятся. И разрешили казахстанским банкам работать с карточками МИР для держателей этих карточек, россиян, для проведения операций по необходимым ежедневным нуждам. Ну, то есть транзакции по покупке продуктов питания, по, там, не знаю, заправке автомобиля, например, аптека. Вот. То есть мы сейчас опять начнем потихоньку открывать такого рода транзакции для держателей карточек МИР. Поэтому санкции имеют прямое отношение. Мы, как страна, которая имеет самую большую границу с Россией, она открытая, она наземная. И контроль движения товаров, движения каких-то операций, он, конечно, требует большего внимания, большего контроля со стороны финансовых организаций для того, чтобы не нарушить санкции. Потому что это очень больно. Я надеюсь, что Казахстан и наши компании никогда не попадут в какой-либо санкционный список. Вот вы недавно, Омут Булатхановна, упомянули по поводу продажи ваших дочерних банков в России и в Таджикистане. Вот с чем связаны эти продажи? То-то сейчас я слышу, там спекулируют, вот, халык там сокращается и так далее. На самом деле нет. Если говорить про Таджикистан, то это решение было принято еще в прошлом году. И более того, мы публично об этом заявляли. Был пресс-релиз, выпущенный в прошлом году, где мы говорили, что халык банк сдает лицензию и закрывает свой таджикский банк и выходит с Таджикистана. Но в тот момент к нам стали обращаться после этой публикации разные покупатели, компании, организации, физические лица, которые выразили интерес. Мы не можем работать как бы с кем угодно, нам нужен тоже определенный комплайенс, что компания должна иметь прозрачный доходы, источник средства, кто покупает, кто будущий, так скажем, владелец банка. Для нас это тоже очень важно. И мы выбирали покупателей, поэтому таджикская сделка закончилась вот сейчас, в конце этого года. То есть это плановая, еще с прошлого года, полтора года сошла сделка. Если говорить о России, то здесь, конечно, вот на это решение повлияли где-то введенные санкции, так как мы видели, что уже возможности развития этого банка в тех планах, которые мы планировали, возможно, будет затруднительно. Но при этом банк очень чистый, очень тоже правильный. И объем активов и капитала, который сейчас у нас там был, он небольшой. 61 миллиона долларов капитал, при этом требовалось достаточно много управленческого времени. Банк очень низший, на определенные виды транзакции. Ну вот я говорю, мы увидели, что, наверное, в ближайшее время большого развития бизнеса для нашего Москоммерсбанка не предвиделось. Поэтому мы решили его продать. Достаточно тоже нормально, хорошо продали. И эти две сделки завершили в этом году. Ума Тбалатхановна, вот по поводу сервисов. Мобильное приложение Халыкбанка стало еще более удобнее. И я сейчас сама пользуюсь этим приложением и вижу эти изменения положительные. Какие еще банковские услуги вы планируете в ближайшее время перевести в онлайн-формат? Ну мы сейчас максимально все переводим. У нас есть отдельно большое приложение онлайн-банк для юрлиц, есть для физических лиц, называется Хомбанк. Мы туда же переводим сервисы наших дочерних компаний. Это страхование, это брокерские услуги. Но достаточно последний хороший кейс это IPO Казмной Газа, где Халык как уже брокер выступил. И по инвестиции мы были самым крупным брокером, который смог привлечь самое большое количество заявок. Это 71%. Всех заявок физических лиц прошло через наше приложение Хомбанк. Я считаю это очень хорошим достижением. Причем мы вышли только в начале года. То есть это вот только-только запустили продукт. Поэтому мы в этом плане все сервисы будем продолжать. В развитии мы развиваем наш маркетплейс, Халык Маркет. Мы смотрим на сопредельные рынки. И такие же цифровые сервисы тоже продолжаем развивать и там. Умут Булафхановна, вот к нам за несколько месяцев в страну приехало очень много релакантов, которые то и дело говорят о передовой цифровизации в Казахстане, не только в банковской сфере. Вот если мы впереди планеты всей, то как вы относитесь к введению цифрового тенге? Ну, я думаю, что это мнение, оно абсолютно объективно со стороны, так скажем, внешних людей, которые начали пользоваться казахстанскими сервисами. Ну, наверное, в первую очередь хотела бы отметить это госуслуги и госсервисы. Казахстан входит в десятку стран мира, которые настолько цифровизованы и имеют вот такой высокий уровень цифровизации и удобства предоставления этих услуг. Банковский сектор невозможен в развитии без хорошего госсервиса и хорошего интернета. То есть, ну, это вот, соответственно, со стороны государства эти сервисы должны представляться на хорошем высоком уровне. потому что мы, как банки, мы используем госбазы, подключаемся, возможность получения очень быстрого отклика информации, документов, справок и так далее. Поэтому в первую очередь это уровень, еще раз, цифровизации госуслуг и банковские услуги с точки зрения приложений, удобства, выведения этих сервисов банковских услуг. Ну да, я считаю, что Казахстан и вообще наш рынок, он один из передовых в мире. И нам есть чем гордиться. Это однозначно. Ну я тоже так считаю. И вот в последнее время все чаще упоминается закон о банкротстве физических лиц. Вот насколько это необходимо и как это скажется на нашей банковской системе в целом? Хороший вопрос. Он, наверное, такой неоднозначный, так как банковское сообщество достаточно долго его обсуждало. Ассоциация финансистов Казахстана была активным участником в обсуждении всех этих законопроектов. И вот его буквально недавно приняли. Там много вопросов. По роли или по ситуации с заемщиком, который объявляет себя банкротом, я думаю, здесь еще будет много вопросов и будет требоваться еще доработки этого закона. Я думаю, он начнет действие в следующем году, и мы увидим, как много будет возникать подводных камней. Есть такие нюансы, что если физическое лицо банкрот, то по идее он должен быть, ну по идее, банкротом и алименчиком, и коммунальные платежи, и телекоммуникационные платежи, и любые другие платежи, или там от БАСы банк, он должен не платить. И там уже в зависимости от очередности и так далее выстраивать платежи. Вот вопрос, насколько это будет выполнимо или нет, или вопрос, что это будет только по отношению к банкам, ну тогда это несправедливо. Тогда это не очень справедливо, что данный человек является банкротом. Поэтому, я думаю, как он пойдет, уже в имплементации его, в применении, будет еще, я думаю, необходимость многих доработок, может быть, на уровне подзаконных каких-то актов. Люди должны понимать, что быть банкротом – это плохо, потому что данный человек выпадает из возможности получения кредита в будущем, на него уже будут все равно подозрительно, так скажем, смотреть и другие контрпартнеры. То есть это могут быть телеком-компании, которые будут какие-то делать акции, продажи. Это могут быть любые другие, не знаю, автосалоны, например, да. Какие-то компании, которые могут давать рассрочку или там товары в кредит или что-то такое. То есть таким образом человек лишается этой возможности на ближайшие пять лет. Плюс там есть вопросы по ограничению, выезда за рубеж, ну, много всяких ограничений. Поэтому, мне кажется, вот сейчас очень важна роль государства и банков в рамках этого закона обучить и поднять финансовую грамотность наших сегодняшних заемщиков. Да, можно попытаться кинуть банк, попытаться сразу тут же себя назвать банкротом и не платить кредит, но какие последствия будут за этим, люди должны это осознавать. Я думаю, сейчас с января мы начнем это тоже хорошую компанию, именно обучающую, именно просветительную, что люди подумайте сначала, не так легко и не так должно быть выгодно быть банкротом в Казахстане. Поэтому вот эти вот моменты, я думаю, они еще будут требовать много доработок. Повышение базовой ставки. Для народа, я думаю, не совсем понятна эта терминология, раз уж мы сейчас в такой неформальной обстановке, не могли бы, пожалуйста, Мутба Латхановна объяснить подробно для всех, что же означает повышение базовой ставки? Ну, это инструмент денежно-кредитной политики Национального банка Республики Казахстан. Для чего он существует? Для контроля инфляции. Сейчас мы все слышим, что во всем мире идет гиперинфляция, идет риск вообще наступления гиперинфляции и затем стокфляции. И все центральные банки мира, в общем-то, озабочены этой проблемой. И мы видим, что эта тенденция мировая. То есть центральные банки Европы, ФРС поднимает ставку базовую, поднимает стоимость денег. Для того, чтобы эти деньги были дорогие, их не так легко было использовать для покупки или для кредитования и заново наращивания этой инфляции. Но при этом эта базовая ставка, она очень хорошо характеризует уровень ставки по депозитам. И людям сегодня выгодно держать деньги на депозитах. Ставки в районе 16% накапливай, сберегай. И эти деньги не уходят в экономику на, так скажем, разгон инфляции. Поэтому этот инструмент, он такой очень действенный. На сегодня высокая базовая ставка это вынужденная ситуация. Еще раз хочу подчеркнуть, что не только Казахстан в этой ситуации находится рисков гиперинфляции. И это вынужденная мера, надо ее перетерпеть. Да, надо подумать, стоит ли брать дорогой кредит. Лучше, может быть, отложить. Лучше положить деньги на депозит и не брать кредит, потому что кредит очень дорогой. Его потом сложно будет обслуживать. Перетерпеть, может быть, через полгода взять кредит. Я надеюсь, базовые ставки пойдут вниз. И уже там, так скажем, будет больше возможностей брать кредиты по более низким ставкам. Поэтому вот этот инструмент, он регулирует наличие денег в экономике и их изъятие. Умна Балатхановна, когда читала новости о ваших недавних встречах с президентами Казахстана и Узбекистана, то, наверное, для себя поняла, что у нас в большой политике очень не хватает женщин. У вас есть политические амбиции? Нет. Совсем? Нет. Ну, я, наверное, сама по натуре, по своим качествам достаточно общественный человек. веду много общественной работы и там в Совете деловых женщин, в попечительских советах университетов, возглавляла 10 лет Федерацию гимнастики Казахстана. Сейчас была включена состав иностранных инвесторов при президенте Республики Узбекистан. Здесь тоже вхожу в много разных всяких организаций, советах, попечительских советах. Вот. Мне это нравится. Общественная работа мне нравится. И, наверное, чем взрослее я становлюсь, тем больше я понимаю, что нужно делать такое, ну, добро, что ли, или, если есть возможность, помоги. Помоги своими знаниями, компетенциями, временем, профессионализмом. Попытайся повлиять, попытайся изменить, попытайся сделать что-то лучшее. Ну, как бы это вот сегодня во мне все больше и больше пробуждается. И оно у меня всегда, я говорю, вот это вот общественная моя такая активная роль и деятельность, она всегда была, начиная со школы, там, староста класса, представитель дружины, комсорг, и вот эти вот все роли были с детства. Но прям политическую карьеру или какие-то такие амбиции на сегодня у меня таких нет. По поводу помощи. Планируется в ближайшее время реализация проектов по продвижению молодежного предпринимательства и IT-стартапов? Ведь молодежи сейчас действительно необходима помощь. И какой бы совет вы дали Умут Балатханову на нашей молодежи казахстанской? Ну, на самом деле, мы действительно делали такие проекты. У нас есть и по молодежным, предоставлению кредитов, обучающих программ. У нас есть подразделения, которые в филиалах мы даем советы, рассказываем, как сделать бизнес-план. То есть мы даже вот на Томикене выпускали серию таких обучающих уроков, наверное, да, и проводили конкурсы, и отбирали на стартапы. Вот, предоставляли дешевые кредиты под 5%. Также у нас есть сейчас большая программа по женскому предпринимательству, где тоже мы уже 6 миллиардов тенге выделили под 5%. Мы, я думаю, еще дальше также будем продолжать. У нас очень хорошие есть программы, это по поддержке университетов. Мы, у нас есть коллаборация с МОИТом, и с КБТУ, и с Астанинским университетом IT по поводу того, что у нас есть классы, лаборатории, которые мы оборудовали. Наши сотрудники Халыкбанка, айтишники, там преподают классы, дают какие-то определенные навыки. Мы этих ребят тоже видим, находим. Мы проводим хакатоны. В рамках хакатонов мы тоже даем возможность каким-то стартаперам, даем проект, они его начинают отрабатывать, и уже вырастают большие компании. То есть эти все проекты мы ведем, всегда будем вести. Я думаю, это то, что необходимо делать сегодня. И это то, наверное, не только мы этим занимаемся, дает возможность вот именно расти нашей IT-индустрии. Почему мы такие продвинутые в цифровизации Казахстан? Я думаю, это тоже вот одна из таких возможностей, это среда такая, которая уже формируется и сформировалась. Возможно, вот этот вопрос, который я сейчас задам, задавали вам очень много раз, потому что у нас гендерная тематика сейчас в топе. Но как вам, Мутбулатхановна, удается пробиваться в мужском мире? Ведь это же так непросто, это же так сложно. Локтями. Локтями, да. Ну, на самом деле, сейчас, наверное, уже мне тоже проще, потому что есть определенный авторитет, имя, репутация, которое наработано многими-многими годами. Но в начале моей карьеры, да, я согласна, что в первую очередь, наверное, это уровень профессионализма. И, может быть, требовалось большей дисциплины, большей трудоспособности, что ли. То есть все равно я считаю, что есть такое небольшое у нас в мужском мире, особенно в мире, где восточная ментальность есть, присутствует такое, что когда тебя видят сначала молодую, там, приятную внешность, и они думают, ай, ну, что она может, да? Ну, и когда начинаешь открывать рот, вот важно, чтобы в этот момент из твоего рта пошли правильные, умные или там профессиональные слова. Иначе потом все, мне кажется, вот этот вот стереотип, ай, зашла женщина, она, наверное, вряд ли что-то правильного скажет. Все-таки имеется такой стереотип? Ну, сейчас, наверное, я говорю, в моем случае оно точно меньше, но я думаю, что этот стереотип, он меняется. И вот если говорить про Казахстан, то точно у нас женщины, ну, достаточно эмансипированы, достаточно, если она этого хочет, если она себе ставит эту цель. Я считаю, ограничений как таковых нет. Есть женщины, которые выбирают роль, там, дома сидеть, матери, заниматься семьей, хозяйством. Это тоже здорово. Это, я считаю, это тоже огромный труд. Его нужно ценить, уважать, его нужно тоже подсвечивать, какую большую работу ведут женщины. Но когда женщина еще и активная, и в семье у нее все хорошо, вот это, наверное, самая лучшая модель, самый лучший, там, не знаю, пример женщин, которые должны быть и активными. Все равно, чем больше женщин в той же политике, в бизнесе, в профессиональной деятельности, тем больше наши интересы, наша вот эта ментальность, идеология, она все равно так или иначе присутствует. Вот. А я все равно считаю, что женщины, они спасают мир, они любят, они добрее, они не агрессивные. Наверное, страны, где правят женщины, может быть, меньше воюют, и, наверное, в истории такое есть, что они меньше воевали. Все-таки женщина, она нацелена на семью, на сохранение, на созидание. Я вот так считаю. И более того, я вижу, что все больше и больше женщин айтишницы. То казалось бы, что, ну, 10 лет тому назад у нас в основном были департаменты только мужчины. И я рада сегодня, когда я вижу, что в некоторых департаментах, вот, например, у нас департамент экосистем, там больше половины женщины, девочки молодые. Я прямо даже нашему директору департамента написала, что, ну, надо же, вы больше девушек по какому принципу нанимаете. И они сказали, нет, это действительно все профессионалы, все очень умные, достойные наши девушки. Поэтому, ну, я считаю, что надо это дело продвигать и поддерживать. Как женщина, и в первую очередь, как мама, какие бы вы советы дали нашим казахстанским женщинам? Как быть активнее, как добиваться своих целей, как не унывать? И вообще, как воспитывать детей, какие установки им давать в таком сложном мире в такое сложное время? Ну, да. Мир сложный, и мир, наверное, становится злой. Вот то, что я вижу, все больше, к сожалению, по крайней мере, когда читаешь соцсети, комментариев позитивных очень мало. И те люди, которые мыслят позитивно, как правило, они не оставляют комментарии. Но негатив идет вот на все, на всякие, даже на хорошие вещи люди пытаются найти там что-то негативное. И вот хватает же времени и вот желания сесть этому человеку, написать какую-нибудь, извиняюсь, гадость, да? И, не знаю, таким образом люди или выражаются, или таким образом они выливают эту агрессию изнутри. Но так или иначе, вот очень много негатива. Я считаю, что в этом тоже роль, кстати, журналистов наших, профессиональных, освещает больше позитива в этой жизни. И у нас позитива много. Люди помогают, люди делают, люди трудятся, люди растут, люди созидают. Это факт. Но откроешь новости. Убили, там, украли, подрались, еще что-то. И это то, что привлекает сегодня наше общество. Это грустно. К сожалению, да, это так. Это очень грустно. И вот как сохранить этот позитив женщине, и не только женщине, любому человеку, ну, наверное, надо начинать с себя. Ну, не отвлекайся на этот там, трэш, да, мысли позитивно. Старайся думать, и каждый думал должен начинать с себя. Что я сегодня хорошего сделал? Получать этого удовольствия. И мне кажется, вот постепенно, если мы все будем стараться, оно будет наше общество меняться. Но у нас есть чему радоваться. У нас, слава богу, ну, мир, в Казахстане есть достижения, есть у каждого возможности. Не надо лениться, надо трудиться. Это вот, ну, какие-то базовые вещи, которые, они за последние годы прям становятся очень актуальны. Мы считали это раньше все какой-то банальностью, но жизнь доказывает, что вот с простого начинаешь, и оно работает. Вот, поэтому любите себя, любите детей, любите окружающих, уважайте друг друга. Я говорю, это вот какие-то простые вещи. Ну, я встаю, например, с утра, я уже радуюсь, иду на работу, мне нравится, я тоже радуюсь. Я всегда так говорила, что если бы мне не нравилось работать, наверное, я бы бросила, но я захожу в банк, я вижу людей, я уже заряжаюсь энергией, причем она не всегда бывает позитивной, бывают проблемы, бывают там вызовы, вопросы, но ничего, то есть, и в этом находишь тоже определенный драйв, ты решаешь проблему, ты пытаешься какое-то найти решение, это же тоже все заставляет адреналин вырабатываться в конце концов. Поэтому, мне кажется, люди должны, каждый начиная с себя и в семье, и вот роль женщины в семье очень важна, как мы воспитываем своих сыновей, дочерей, какую роль мы играем, как ролевую модель, это очень важно. Умут Булафхановна, завершая нашу беседу, вот как вы считаете, как пережить в следующий год? Президент уже предупредил всех нас, что он будет очень непростым. Знаете, когда произошел ковид, нам казалось, какая проблема, как пережить ковид, да, и было сложно и страшно, и никто не знал об этой болезни, и действительно, были же и смертельные случаи, люди болели, но сейчас, когда уже прошло время, и думаешь, ну, наверное, оказывается, не все так страшно было. Сейчас, когда смотришь на ситуацию в соседних государствах, думаешь, боже мой, ну, это же еще страшнее, никогда пусть этого не случится. И когда тот же январь произошел, я думаю, все были в страхе, да, что же дальше. Я надеюсь, что следующий год, год кролика, потому что этот был год тигра, он должен быть добрее, люди должны рожать побольше. Экономически он будет сложный, да, он будет сложный, но мы знаем, мы понимаем, как решать эти вопросы. Опять-таки, вопросы базовых ставок, вопросы борьбы с инфляцией, это все эти инструменты, они есть. Страна богатая, Казахстан, есть национальный фонд, есть, так скажем, кубышки для решения кризисных ситуаций. Главное, мне кажется, это наш человеческий капитал в стране, который дает возможность все равно вот как-то опять-таки мобилизоваться и двигаться вперед. Лично я надеюсь, что следующий год будет все-таки сложный, но предсказуемый. Главное, чтобы не было никаких вот таких непредсказуемых вещей, на которые ты повлиять не можешь. Вот тогда это страшно. А когда ты можешь, понимаешь ситуацию, да, сложная, есть пути решения, я думаю, что это пройдем. Ну, в следующем году я для всех желаю самое главное здоровья, я желаю мира в нашей стране, я желаю мира всем соседним странам, я желаю, чтобы все эти проблемы закончились, остальное все решаемо, остальное все мы победим. Умут Володхановна, спасибо вам большое за интересную беседу, я вам искренне желаю, чтобы все вызовы, с которыми столкнется ваш банк, с которыми столкнетесь вы, они были решаемы в кратчайшие сроки. Успехов вам в вашей деятельности, с наступающим Новым годом, всех благ и, конечно же, здоровья. Спасибо большое, взаимно, спасибо, спасибо. О новшествах в банковской системе и преимуществах цифровизации, об итогах уходящего года и планах на предстоящий. Мы говорили сегодня с председателем правления Халыкбанк Умутшей Ахметовой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok